Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы расскажем о восьми генерал-губернаторах в Восточной Сибири, Преамурии и Приморья, которые осуществили значительный вклад в развитие этих территорий и присоединение их к Российской империи. Итак, начинаем! Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский родился в 1809 году, умер в 1881 году. В период с 1847 по 1861 годы он был генерал-губернатором Восточной Сибири, присоединил к России территории Преамурия и Приморья, способствовал их активному заселению. Одним из первых разработал и подавал проекты строительства Сибирской железной дороги. Он один из основателей города Хабаровска и Владивостока. Парон Корф Андрей Николаевич родился в 1831 году и умер в 1893 годах. Генерал-губернатор Преамурия с 1884 по 1893 годы. Участник Кавказской войны. Способствовал заселению и экономическому освоению Южно-Уссурийского края и острова Сахалин. При нем развивалась добыча каменного угля, леса, рыбы. Развивались морские и торговые отношения с Китаем, Японией, Кореей. Было открыто много школ. Прекращена бракандерская добыча морских котиков. Генерал от инфантерии Духовской Сергей Михайлович был приамурским генерал-губернатором с 1893 по 1898 годы. Он участвовал в Кавказской войне и Русско-Турецкой войне 1877-1878 годов. При нем были заведены регулярные пароходные рейсы между Европейской Россией и Дальним Востоком. Оборудован порт Владивосток. Построена железная дорога между городом Хабаровском и городом Владивостоком. Организовано регулярное морское сообщение северных областей края. Создана газета «Приамурские ведомости». Открыты школы, улучшено проживание солдат и офицеров округа. Организовано обеспечение землей казаков. Генерал от инфантерии, писатель Градеков Николай Иванович родился в 1843 году и умер в 1913 году. Участник туркистанских и китайского походов русской армии. Приамурский генерал-губернатор с 1898 по 1902 годы. При нем был образован в городе Хабаровске приамурский отдел императорского русского географического общества. Открытый библиотекой и музей. Он стал инициатором исследования шмаковских минеральных вод. Лечебница в городе Петропавловск-Камчатский. Основан Свято-Троицкий мужской монастырь, духовная семинария в городе Владивостоке, общество трезвости в селе Осиновка. Одобрен проект по охране рыбных ресурсов реки Амур, а также открыт кадетский корпус в городе Хабаровске. Генерал-лейтенант Суботич Диан Иванович родился в 1852 году, умер в 1920 году. Был военным губернатором Приморской области с мая 1897 года по август 1898 года и приамурским генерал-губернатором с 1902 года по 1903 годы. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, а также участник подавления восстания и хатуаний в Китае. Генерал от кавалерии Хрещатицкий Ростислав Александрович. Родился в 1841 году, умер в 1906 году. Приамурский генерал-губернатор в период с 1904 по 1905 годы. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В годы русско-японской войны 1904-1905 годов под его руководством была обеспечена мобилизация войск в Приморском военном округе. Инженер-генерал Унтербергер Павел Федорович. Родился в 1842 году, умер в 1921 году. Участник туркестанских походов. Приморский генерал-губернатор в период с 1889 по 1897 годы. И приамурский генерал-губернатор в период с 1905 по 1910 годы. При нем была построена крепость Владивосток, уссурийская железная дорога, доки, школы, мореходные классы, медицинские учреждения, многие населенные пункты. Разработаны сучанские угольные копии, разработаны полиметаллические руды. Введен рыбный надзор. Гандатти Николай Львович. Родился в 1860 году, умер в 1946 году. Приморский генерал-губернатор с 1911 по 1917 годы. Этнограф, исследователь. При нем был учрежден заповедник Кедровая патья. Открыт учительский институт в городе Хабаровске. Строились школы. Построен мост через реку Амур. Поощрялась торговля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...